Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха. И прежде чем начать свою рубрику, я хочу предложить вам подписаться на интересный канал Матвей Савинов, где выкладываются любительские переводы профессиональных роликов с Магнусом Карлсоном, с Гарри Каспаровым. В дальнейшем будут выкладываться и другие переводы, то есть с участием других великих шахматистов. Ребята-энтузиасты, переводчик Влад Голубев и как раз озвучка Матвей Савинов делают замечательное дело, у них это хорошо получается. И давайте поможем Матвею Савинову как блогеру первую цель осуществить, то есть его мечту набрать 100 подписчиков. После этого, может быть, они нас порадуют еще какими-нибудь интересными рубриками. Ну а также, конечно, хочу предложить подписаться на канал, с которым я веду активное сотрудничество. Это канал Сергея Юрьевича Шипова, самого лучшего комментатора в Рунете. Его канал Крестбук называется, и на этом канале публикуются мои самые лучшие видеоролики. Также публикуются другие авторы. Ну и, соответственно, сам мэтр шахматы, комментатор Сергей Шипов, вместе с гроссмейстером Алексеем Ермолинским, комментируют также супер-турниры. Ну что ж, подписывайтесь на канал Матвей Савинов, подписывайтесь на канал Крестбук, а мы с вами начинаем. Итак, это рубрика «Стратегические приемы», рубрика, где мы с вами изучаем тонкости и искусство позиционной игры и попытаемся с вами лучше понять стратегию шахмат. Сегодня мы с вами разберем такую интересную тему, как перевод слона и искусство размена. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, перевод слона – это частный случай размена нашего плохого слона. То есть он применяется, когда мы хотим разменять нашу плохо стоящую фигуру на хорошо стоящую фигуру соперника. Впрочем, зона действия его шире. Он применяется также и для размена обычного слона. И сегодня мы с вами это посмотрим. Итак, давайте посмотрим первый пример. Белыми играл Хосе Рауль Капабанко, черными играл Александр Алехин. Матч на первенство мира в Буэнос-Айресе, 1927 год. Как раз именно Александр Алехин первым начал осуществлять такой стратегический прием, как перевод слона. Итак, если мы приглянемся к этой позиции, то увидим, что положение белых довольно-таки грозное. Их слон и ферзь направлены на королевский фланг черных. По структуре мы видим, что это была разыграна карлсбадская пешечная структура. Белые вот-вот осуществят свой стандартный план, а именно атака пешечного меньшинства. И ход Б5. И Алехин здесь осуществляет интересный маневр. Он играет слон Ж4, нападая на коня, грозит испортить пешечную структуру. Капованко отводит коня на поле Д2. Теперь Алехин играет ладья Ц7, подкрепляя заранее пешку, то есть грозит, потому что Б5. И после этого ладья Ц8 он хочет сыграть. Итак, конь Б3, слон Х5, конь Ц5. То есть вот белые внедряют коня на поле Ц5, после конь БЦ5, ферзь БЦ5, ферзь Ф6. Александр Алехин не меняет пока ферзей. Б5, следует как раз вот этот самый прорыв. И после АБ, АБ, очень важно, что черные успевают сыграть слон Ж6. Теперь разменивается сильная фигура, так как она отойти не может позади нее ладья на поле Б1. Ну а после слон БЦ6, ферзь БЦ6, в позиции черных ровно одна слабость, а именно на поле Ц6. И это окончание Александр Алехин с уверенностью удержал. То есть, да, позиция черных здесь была хуже, но слабости здесь у черных нет, как таковых. То есть только одна слабость на поле Б7 сейчас. Ну и, как ни старался Кассера Улька-Побланка попытаться как-то расшатать эту позицию, Александр Алехин везде сыграл крепко и на 40-м контрольном ходу соперники согласились на ничью. Итак, давайте посмотрим, в чем же состоит именно этот стратегический прием перевод слона. То есть вот мы видим исходную позицию, положение белых достаточно грозное. Слон на Е6 непонятно что делает. Так как белые грозят перевести коня через поле Д2, Б3 на Ц5, довольно-таки неприятный план. Слон на Е6 вообще как-то странно себя здесь чувствует. Его место, конечно же, лучше на поле Ж6. И вот как раз Александр Алехин этим самым маневром, то есть подчеркивает, что после слона Ж4, слон через поле Х5 на поле Ж6 идет и позиция упрощается. И сейчас мы с вами увидим, что очень многие сильные шахматисты как раз следуют примеру Александра Алехина и повторяют за ним вот этот самый стратегический прием, который называется перевод слона. Идем дальше. Следующая позиция встретилась между соперничеством двух сильнейших шахматистов того времени. Чемпионат мира. Белыми играет Анатолий Карпов, а черными ему противостоит претендент Гарри Каспаров. Итак, 1985 год, Москва. И в данной позиции как раз знание вот этого самого перевода, который осуществился в партии Капабланка-Алехин, помог Каспарову избавиться от плохого слона. Если мы посмотрим, то сейчас слон на поле С8, давайте обозначим его зеленым, довольно-таки туповат у черных. То есть мы видим, что пешки на поле С6 и на поле Д5 и на поле Ф7 его ограничивают. И хорошо, конечно, бы его куда-то перевести. Но куда его перевести? Поле Ф5, как мы видим, для слона заказано. Слон на поле Д3 держит это поле. Поэтому Каспаров переводит его на поле Ж6. Итак, слон Ж4 шах, Ф3, слон Х5, Х4, рокировка Ж4. То есть мы видим, что белые вот таким вот образом пытаются поймать слона. Но после слона Ж6 черные избавляются от своей плохой фигуры. Их слон на поле Б4 очень силен. И после Б3, слон бьет Д3 шах, король бьет Д3, ладья Е8, Каспаров начинает оглушительную контратаку, направленную на то, что сейчас вскроется вертикали путем С5. И после ладья С1, С5, это самое продвижение было осуществлено. Слон Ф4, ладья С8, ДС, конь Д7. То есть мы видим, что Каспаров даже не берет пешку, а играет конь Д7 и хочет напасть конем. Карпов здесь играет С6, то есть избавляется от этой самой славы пешки. Б, С. Ну, по крайней мере, линия С закрыта. Но с другой стороны снова угрожает прорыв С5, С4. Король у белых в центре. И несмотря на то, что ферзи ушли с доски, позиция белых здесь хуже. Ладья Д1, конь С5 шах, король С2, Ф6, ограничивая еще и белого слона черных. Конь Ф1, конь Е6, слон Ж3, вводя Д8, слон Ф2, С5. Ну и вот как раз Каспаров осуществляет вот этот самый прорыв. После конь Д2, С4, наступил момент прорыва. Б, С, конь С5, все фигуры черных заняли лидирующее положение доминирующее. Висит пешка на поле А4. Была сыграна Е4, попытка хоть как-то вскрыть фигурки, ну и побить слон БЁЦ5. Но Д4, и здесь наступил на двом в игре Анатолия Карпова. Здесь висит пешка на поле А4. Но Карпов сыграл на контратаку. Он сыграл конь Б1. Ход-то идейный. Напасть на пешку Д4 слоном и водьей. Но дело в том, что после Д3 шаг пешка уходит. Брать ее ничем нельзя. А после КБ2 Д2 выясняется печальное обстоятельство, что это двойной удар. Освобождается поле для, как мы видим, коня. И следующим ходом, например, водя Ц2, а в воде больше ходить некуда, конь Д3 шаг, черные просто выигрывают фигуру. Вот так вот, как мы видим, Гарри Каспаров сначала избавился в данной позиции. На 13 ходу возникла эта позиция. 13 вообще, как мы знаем, для 13 чемпиона мира магическое счастливое число. Ну и вот в данной позиции маховик начал раскручиваться в пользу черных. И ход за ходом грозный Гарри Каспаров переиграл своего не менее сильного оппонента. Идем дальше. Следующая позиция возникла после 14 хода белых Д4. Белыми играл Михаил Ботвинник, а черными ему противостоял Сава Флор. Москва, 1944 год. Итак, приглядимся к позиции. И слон Е6 у черных неплохой. Но черным выгодны размены с дальнейшим давлением по линии Д. И Сава Флор сыграл ферзь Д7 с идеей слон Ф5. И потом перевести слона на поле Ж6. После слон Д3, так как Ботвинник предотвратил вот это самое продвижение слона на поле Ф5, освобождается другое поле Ж4. Слон Ж4. Нападаем на ферзя. После ферзь Д2 слон Х5. Снова та же самая идея Алёхина. И после слона Ф5, ферзь С7, ладья Е1, слон Ж6. Позиция упрощается. Ну и в дальнейшем Сава Флор действовал не точно. И Михаилу Ботвиннику удалось одержать победу. Но к данной теме это не имеет никакого отношения. И на 18-м ходу черные решили все свои проблемы. Как мы видим, избавились от своей плохой фигуры слон Ж6. Ну и после, например, ладья Х4, ладья Е8, слон Ф4, ферзь Д8, слон Бьет Ж6, ФЖ. Позиция здесь была примерно равная. И игра закончилась победой Михаила Ботвинника в глубоком пешечном эншпиле. Ну что ж, идем дальше. Белыми играл Анатолий Карпов, а черными играл Геннадий Кузьмин. 1973 год, Ленинград. И здесь Анатолий Карпов играет слон Ж5. Снова применяется та же самая идея Алёхина. Перевод слона через поле Ж5 на поле Х4 и на поле Ж3 и размен слона на поле Д6. После рокировка, слон Х4, ферзь С7, слон Ж3, слон Бьет Ж3, АЖ. Размен слонов ослабил изолятор. Если мы сейчас приглядимся, то у черных здесь изолятор на поле Д5. Ну и в дальнейшем Анатолий Карпов переиграл своего соперника. Давайте быстренько посмотрим. То есть мы видим, что, во-первых, Анатолий Карпов избавился от слона. То есть разменялись чернопольные слоны. Ну и здесь, как мы видим, Анатолий Карпов начал потихонечку начинать медленную такую атаку на королевском фланге. Х4, ладья Е2, конь Ф8, конь Д2, ладья Х6, конь Ф3, не обращая никакого внимания. ХЖ, ФЖ, конь Д7, ладья Е1, король Ф8, Ж4. То есть мы видим, что пешки идут от короля, но позиция белых здесь достаточно активная. Терзь С7, вроде бы казалось, нападая на пешку Ф4. Ну и следующий ход мне очень понравился, ход Ж5. Нападаем на ладью, ладья Х8, король Ж3. И король вот таким вот образом принимает активное участие в борьбе, защищает пешку на поле Ф4. Конь С5. Казалось бы, что белый король находится в опасности, но положение белых довольно-таки грозное, а фигуры черных не в состоянии здесь начать какую-то атаку. Итак, конь С5 грозит конь Е6 с атакой пешки на поле Ф4. Поэтому сыграно было слон Ф5, не допуская ход конь Е6, Ж6 и теперь, конечно же, Б4. Б4 вот такой вот промежуток. Ну теперь выясняется, что после ЖФ, БЦ, пешка на поле Ф5 очень слаба. После ФД7 ладья Х2, здесь, наоборот, белые захватывают линию, поскольку их ладьи, как мы видим, завладели открытой линией. Грозит ладья Е, Х1. Ну и после король Ж7, конь Х4, снова пешка на поле Ф5 атакована, и позиция черных уже близка к проигранной. Поскольку нет хода конь Е7, из-за простого удара ладья бьет Е7. Ну и после ферзь бьет Е7, конь бьет Ф5, как мы видим, конь копытом бьет короля и ферзя в конце варианта. После хода Б4 сильного карповского последовало конь Е4. Ну, покажу, что будет, если, например, конь Д7 играть, не жертвовать пешку. В этом случае после слон бьет Ж6, ФЖ, ферзь бьет Ж6, угрожает просто мат. Ладья Е8, ну и король здесь абсолютно беспомощен. То есть здесь просто черные получают мат. Ну, конечно, они не получают мат, они могут закрыться вот так вот, конь ДЕ5, но понятное дело, что позицию черных это никак не красит. Итак, после Б4 последовал конь Е4 шах, после слон бьет Е4, ДЕ, ферзь бьет Е4. Мы видим, что белые, во-первых, получили лишнюю пешку, а во-вторых, сохраняют доминирующую атакующую позицию. Ну и партия продолжалась недолго, после король Ж7, Б5, конь А5, ферзь Е7, размен ферзей, фирменный карповский, ферзь бьет Е7. Например, нельзя играть ферзь бьет С3, уклоняться от размена ферзей, ввиду ладья Е3, напали на ферзя, и после ферзь Б2 просто ладья Е5. Вот таким вот образом перекрылись, ну и дальше. Белые просто легко заезжают, как мы видим. Ну и атака здесь просто страшная. А король на поле Ж3, как мы видим, стоит и горе себе не знает. Даже ни одного шаха нет у черных, ввиду того, что конь на поле Ф3 защищает, вернее, от атаки. То есть держит поля А4, держит поля А2, и позиция черных абсолютно беспомощна. Поэтому после ферзь Е7, ферзь бьет Е7, было сыграно. Водя бьет Е7, Водя Д3, Водя Ц7, конь Б3, король Ж4, Водя Е8, Водя Е7. Типичный карповский зажим. То есть следующий ход конь Е5, ну и понятное дело, что черные здесь ног не унесут. Очень красивая, яркая позиционная партия. Ну а мы с вами идем дальше. Последний пример, который мы сегодня с вами посмотрим в рамках заданной темы. Белым играл Ратмир Холмов, а черным играл Вольфганг Ульман. 1978 год. Итак, белые играют слон Ж5, явно намереваясь сыграть слон Х4 и слон Ж3. Последовала рокировка. Водя Е1, А6, слон Д3. Но неожиданно выясняется, что не белые осуществляют этот самый прием, то есть перевод Алёхина, а черные, они играют слон Ж4, С3, ферзь С7, Х3, слон Х5, слон Е2, владя Е8, конь Д4. И здесь они играют не слон Бьет Е2, а слон Ж6. Вот таким вот образом черные избавились от своего плохого слона, перевели его на поле Ж6, где он работает. Ну и белым ничего не осталось, как сыграть слон Д3, то есть разменять этих самых слонов. После конь Бьет Д4, конь Бьет Д4, конь С6. Слон Бьет Ж6, АЖ. Позиция стала примерно равная, и в дальнейшей борьбе, игравшей черными, Ульман переиграл своего соперника. Ну там тоже все закончилось в Н-шпиле. Можем, в принципе, в быстром темпе посмотреть. То есть здесь черные начали наседать, несмотря на то, что у них изолятор на поле Д5. Они осуществляют контроль, и мы видим, что очень сильная у них, на самом деле, эта пешка на поле Д5. Конь Е7, Ж4, ферзь А5, ладья С2, конь С6, король Ж2, Д4. То есть вот происходит этот самый прорыв. После СД ферзь Д5, это такая вот жертва пешки была, позиционная. Ферзь Ж5, ферзь Е4, напали на ладью. Ладья Д2, Ф6, ферзь Е3, ферзь Д5, ферзь С3, Б5, ферзь Б2, ладья Д8. Ну и черные, как мы видим, ходом Ф6, во-первых, вырезали слона на поле АЖ4. А во-вторых, хотят отыграть пешку в удобной для себя редакции. Мы видим, что сейчас пешка атакована четырежды слоном, конем, ферзем и ладьей. И защищена также четырежды, то есть конем, двумя ладьями и ферзем. И следующим ходом, после ладья Д3, ладья Е4, черные атакуют эту пешку в пятый раз. Ну и вот здесь на 37-м ходу произошел, опять же, глюк, то есть после короля Ж1 ход неудачный. Оказалось, что после конь бьет Д4, конь бьет Д4, водя бьет Д4, водя бьет Д4 и слон бьет Д4, выяснилось, что это двойной удар. Грозит слон бьет Ф2 и ферзь бьет Д1, а также слон напал на ферзя на поле Б2. Здесь выяснилось очень неудачное положение короля на поле Ж1. Вот так вот он подставился. Ну что ж, вот такая вот получилась интересная партия, и давайте с вами подведем итоги. Итак, в сегодняшнем выпуске мы с вами посмотрели такую интересную тему, как перевод слона и искусство размена. Посмотрели интересные партии, где сильные шахматисты определяли, какие фигуры у них слабы, и, как мы видим, усиливали их положение, переводя их на более сильную позицию. В частности, вот здесь, как мы видим, белые начали вот этот самый перевод слона. После слона Ж5 они могли сыграть слон Х4 и слон Ж3, но после этого почему-то поменяли планы, и это самое продвижение как раз осуществили уже не белые, а черные. В общем, вот такая вот сегодня у нас получилась интересная тема. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами же был комментатор Олег Сломаха. Все спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok